Дорогие друзья, добрый вечер! Наша сегодняшняя лекция будет посвящена спинальным амиотрофиям. Спинальная амиотрофия – это заболевания, которые протекают синдромом прогрессирующей мышечной атрофии в результате дегенерации мотонейронов спинного мозга, которые находятся в его передних рогах, без вовлечения чувствительных путей и без вовлечения кортикоспинальных трактов. Надо сказать, что порезы, то есть слабость, преимущественно локализуются проксимально в плечах и бедрах, и у этих больных нет глазодвигательных и нарушений, и нет нарушений функций тазовых органов. Рассмотрим классификацию спинальных амиотрофий. Некоторыми из этих заболеваний болеют только дети. Вот так спинальная амиотрофия первого типа или болезнь Вернига-Гоффмана является аутосомно-рецессивной. 30% случаев начинается уже внутриутробно, а 100% случаев – до возраста 5 месяцев. У детей имеется выраженная генерализованная слабость как спинальной, так и бульбарной мускулатуры, и, к сожалению, эти пациенты, как правило, умирают до возраста 18 месяцев, примерно в 95% случаев, если они не переводятся на искусственную вентиляцию легких. Спинальная амиотрофия второго типа называется промежуточная или инфантильная. Она тоже является аутосомно-рецессивной и начинается в возрасте от 3 до 24 месяцев, то есть в возрасте до 2 лет. В младенчестве у этих детей имеет место выраженная инвалидность, развитие сколиоза, они не могут ходить, но прогрессирование заболевания в целом незначительное. Возникает тоже дыхательная недостаточность, которая требует инвазивной и неинвазивной дыхательной поддержки. Следующий тип спинальной амиотрофии – это болезнь Кугельберга-Веллендер. Она тоже наследуется по аутосомно-рецессивному типу и начинается она в возрасте от 2 до 17 лет. Болезнь прогрессирует медленно. Здесь надо сказать, что вариабельная клиника, я буду приводить клинические примеры этого заболевания в будущем, значит, распределение порезов может быть различное. Это могут быть либо преимущественно руки, либо преимущественно ноги, либо даже встречаются такие по гемитипу расстройства редко. Течение может быть легкое, умеренное или тяжелое. Спинальная амиотрофия четвертого типа или спинальная амиотрофия взрослых. Здесь разные типы наследования. Вот при аутосомно-рецессивной форме начало в 40-60 лет и где-то через 20 лет больные перестают ходить. Начинается болезнь обычно с ног. При аутосомно-доминантном типе наследования, когда болезнь наследуется в каждом поколении, болезнь начинается в возрасте от 20 до 50 лет. Это медленно прогрессирующая проксимальная или гистальная слабость мышц. При спинальной амиотрофии первого и четвертого типа выявляются мутации в генах SMN1, SMN2. Это гены выживания мотонейронов, так называемые. При спинальной амиотрофии четвертого типа также выявляются мутации в гене визикулоассоциированного белка B, ВАПБ. Следующий тип спинальной амиотрофии – это бульбоспинальная амиотрофия Кеннеди. Здесь у больных развивается проксимальная слабость и легкий бульбарный синдром в виде нарушения речи, поперхивания и приглотания, гнусавости голоса, которым сопутствуют в 50% случаев импотенция, нарушение эрекции, эрекуляции, также, возможно, гинекомастия в 50% случаев, сахарный диабет и сенсорная полинаэропатия. Болезнь наследуется по X-цепленному типу и начинается в возрасте от 20 до 40 лет. Здесь у этих больных выявляется мутация в гене рецепторах андрогенов в виде увеличения количества цитозинодонингуаниновых повторов тринуклеотидных. Примеры этого заболевания я тоже приведу. Другие спинальные амиотрофии, к ним относятся дистальная спинальная амиотрофия, которая наследуется по аутосомно-доминантному типу, начинается в возрасте от 10 до 20 лет. Течение легкое, нормальная продолжительность жизни, как правило, это легкие амиотрофии кистей или стоп, дыхательных нарушений не возникает. Также выделяют хроническую асимметричную спинальную амиотрофию. Здесь может быть вовлечена, допустим, рука с одной стороны и нога с другой стороны. Возможно, наследование по геми-типу. Аутосомно-рецессивный тип наследования. Начало в возрасте от 16 до 45 лет. Течение легкое, жизнь не укорачивает. Следующая спинальная амиотрофия – это мономилическая, когда страдает либо одна рука, либо одна нога, в которой возникает слабость, дистальная и проксимальная, да, и атрофия мышц. Тут возраст начала различный, тип наследования этого заболевания не установлен, но течение легкое, тоже оно жизнь не укорачивает. И скапулоперниальная амиотрофия, аутосомно-рецессивное наследование. Начинается поздно в возрасте от 40 до 50 лет, тяжесть течения умеренная, страдает верхний плечевой пояс и передняя группа мышц голени, возникает степаж, перниальная походка, гипотрофия межлопаточного пространства. Здесь вот, к сожалению, эта амиотрофия может укорачивать жизнь из-за развития дыхательных нарушений, которые развиваются в течение 5-10 лет от начала заболевания. Следующая спинальная амиотрофия, амиотрофия, точнее, вот она, бульбоспинальная, это детский бульбарный паралич фацио-лонда и бульбарный паралич с глухотой, или болезнь Виолетта-Ван-Лир. Значит, эти заболевания, они вызываются одним и тем же, одной и той же группой генов, это гены переносчиков рибофлавина, что было обнаружено 5 лет назад всего лишь. Наследуются эти заболевания по аутосомно-рецессивному типу, начинается заболевание в возрасте от 2 до 18 лет, и в течение 5-10 лет от начала болезни дети умирают, если они не получают дыхательной поддержки. Однако, 5 лет назад было показано, что болезнь реагирует на лечение высокими дозами витамина В, несколько подробнее я расскажу об этом позже. И есть тесты биохимические, которые выявляют наличие этого заболевания, могут его подтвердить, и генетические тесты, и в некоторых случаях лечение приводит даже к значительному уменьшению симптоматики и выздоровлению вот этих детей. Следующая спинальная амиотрофия – это околофарингеальная. Она аутосомно-доминантным типом следованием характеризуется. Начинается в возрасте от 30-40 лет и характеризуется легким течением. В клинике присутствуют глазодвигательные нарушения и незначительные нарушения глотания. И лицелопаточно-бедренная спинальная амиотрофия, напоминающая аналогичный фенотип миопатии. Болезнь наследуется по аутосомно-доминантному типу. Возникают такие симптомы, как логофтальм, слабость нимической мускулатуры с двух сторон, щеки парусят, сложно сделать губы трубочкой, невозможно полностью закрыть глаза, имеется симптом Белла. Возникают амиотрофии межлопаточного пространства, легкая слабость мышц верхнего плечевого пояса, а также легкая слабость бедер, передней группы мышц бедра, подвздошно-поясничных мышц. Начинается болезнь в возрасте от 10 до 20 лет, и тоже в течение 5-15 лет от начала заболевания может укорачивать жизнь из-за развития дыхательных нарушений, требует болезнь дыхательной поддержки, неинвазивной и искусственной вентиляции легких. Разберем клинический пример больного со спинальной амиотрофией взрослых или четвертого типа. К нам обратился больной 62 лет и рассказал, что 4 года назад у него началось заболевание, он не может вставать на носки. И в течение вот этих 4 лет он очень часто сдавал анализ на креатинфосфокиназу КФК и отмечал повышение этого фермента от 400 до 800 условных единиц. Норма КФК-170. Но он отмечает, что у него появилась неловкость при ходьбе, помимо того, что он не может вставать на носки, но других изменений вроде бы нет. Примерно 2 года назад этому больному проводилась консультация специалистам по нервно-мышечным заболеваниям. Проводилась игольчатая стимуляционная электромиография. Были выявлены спонтанная активность мышечных волокон в основном в мышцах. Были выявлены двигательные единицы невритического типа, то есть повышенной амплитудой и низкой длительностью. Но диагноз не был поставлен. Больному предполагали дебют моторной аксональной полиневропатии, поздней миопатии почему-то. Ставился вопрос об исключении гликогенозов. Вот так исключали болезнь помпа, не нашли снижение фермента кислой мальтазы. Но также предполагали, что это может быть дебют спинальной аммиотрофии. И вот мы ему сделали игольчатую миографию спустя 4 года от начала заболевания. И вот мы видим типичные для спинальной аммиотрофии двигательные единицы. Вот они, границы их показаны черными такими линиями, вертикальными. Видим, что длительность повышена, амплитуда тоже у этих единиц повышена. Мы исследовали у пациента икроножные и передние больше берцовые мышцы. В основном с акцентом на икроножные, где имели место легкие порызы. Вот здесь мы видим эти достаточно большие единицы, которые уже нельзя назвать невритическими. Длительности потенциалов двигательных единиц в икроножных мышцах у нас получились увеличенными от плюс 18 с одной стороны до плюс 56 с наиболее пораженной стороны. В передних больше берцовых мышцах тоже увеличены длительности, несмотря на то, что там порезов в этой группе мышц нет. Длительности увеличены от плюс 17 до плюс 25. И здесь мы не увидели никакой спонтанной активности, в отличие от предыдущего исследователя. То есть, видимо, заболевание вошло в какую-то стабильную фазу. Амплитуды потенциалов двигательных единиц были увеличены от 2500 до 5000 микровольт. Ну и было небольшое увеличение полифазии. То есть, вот такая электромиограмма игольчатая соответствует доброкачественному поражению мотонейронов, спинальной аммиатрофии, с учетом длительности течения этого заболевания, небольшого двигательного дефекта. В клинической картине у больного нет атрофии мышц. Ну, может быть, немножко гипотрофичные короткие разгибатели пальцев стоп, но атрофии икроножных мышц у больного нет, фосцикуляций нету, да. Вот. Он не может вставать на носки, но вот если попросить его сделать стопу от себя, да, порезов не определяется. Также снижены сухожильные рефлексы, патологических рефлексов нет. То есть, как мы и говорим, да, спинальная аммиатрофия это заболевание, при котором не поражаются кортикоспинальные тракты, нет чувствительных нарушений. Этих нарушений у больного нет. Значит, и вот сделали ему дельтовидную мышцу, посмотрели, а что на уровне шейного утолщения у больного. Мы видим тут совершенно другую картину. Спонтанной активности также нет, но вот эти единицы, да, они снижены по амплитуде и длительности. То есть, их тоже нельзя назвать невритическими. Повышения амплитуды нет. Просто такие вот маленькие единицы, вот такие единицы можно видеть при миостынии, например, при игольчатой миографии. И вот при дебюте спинальной аммиатрофии, да, в непоражённых мышцах их можно видеть. Снижена амплитуда в дельтовидной мышце минус 17%, вот, длительность с тенденцией к снижению, да, средняя амплитуда 350 микровольт, максимальная 450 микровольт, да, но миопатическими такие единицы назвать нельзя, потому что полифазия в норме, вот, значит, то есть это потенциалы двигательных единиц, которые можно назвать начальные нейрональные. Такие единицы можно видеть и при боковом аммиатрофическом склерозе, например, в удалении от дебюта, да, например, вот если поясничный дебют, а мы исследуем трапециевидную мышцу, вот, начальные нейрональные ПДЕ. Значит, также мы провели этому пациенту стимуляционную миографию и выявили, что у него есть аксонопатия малоберцового нерва, но здесь мы увидели фибулярный туннельный синдром, достаточно выраженный, там скорость снижена до 16 метров в секунду, больного при норме выше 40. Не совсем понятно, с чем связана аксонопатия малоберцового нерва, то ли она связана со спинальной аммиатрофией, вроде бы нога наиболее пораженная, то ли вот с этим фибулярным туннельным синдромом, но вот после лечения этого синдрома пациент пока к нам не пришел, и мы повторные ему исследования не проводили. Также мы выявили подколенный синдром по левому заднему большеберцовому нерву, тоже вроде бы странный, икроножные мышцы должны быть в сниженном каком-то тонусе, да, немножко атрофироваться, но вот подколенный синдром, значит, здесь есть какая-то компрессия заднего большеберцового нерва в подколенной ямке у этого пациента. Возможно, это, конечно же, и не связано с заболеванием никак, с основным. Значит, вот такой вот пациент. Следующая патология, клинические примеры, которые я хочу привести, это бульбоспинальная миотрофия Кеннеди. Таких больных достаточно часто путают с боковым миотрофическим склерозом, да, вот, и ставят им неправильный диагноз, пугают этих пациентов плохим прогнозом, прогноз у этих пациентов хороший, вот, но, тем не менее, они на определенном этапе заболевания требуют все-таки каких-то интервенционных методов лечения. Вот так, например, к нам обратился больной 38 лет, который болеет в течение уже 15 лет и жалуется на непрогрессирующее нарушение речи, непрогрессирующее нарушение глотания в виде поперхивания, гнусовой отделок голоса, ну и вот слабость в плечах и бедрах, которая постепенно нарастает медленно. Значит, клинически мы видим бульбарный синдром, мы видим фосцикуляции на языке, но атрофии языка мы не видим. Где-то до 3-4 баллах у пациента имеется парез в плечах и бедрах, больше в плечах. Можно заметить при очень внимательном осмотре длительном единичные фосцикуляции у него в скелетной мускулатуре рук. И пациент жалуется на то, что у него увеличены молочные железы, жалуется на то, что есть неполноценность в отношениях с супругой, эректильная дисфункция, нарушение эякуляции имеют место. Сахарного диабета у пациента нет. При игольчатой миографии спонтанная активность в виде единичных фосцикуляций, буквально там 1-2-3 потенциала в мышце, в дельтовидной, в прямой мышце бедра, длительности при этом увеличена на 28-44%. Амплитуды повышены, чуть-чуть повышена полифазия. Генетический анализ этого пациента показал, что он является носителем мутации в генеандрогенового рецептора с увеличением ЦАГ-повтуров. И второй больной тоже, вот приведём пример, больной 52-х лет, который заболел несколько позже, болеет в течение 13-ти лет, стал жаловаться на слабость в бёдрах и плечах, на гнусавый оттенок голоса. Нарушений речи как таковых, нарушений глотания нет. Отмечает нарушение эрекции, проверял тестостерон, он, естественно, в норме. Клинически лёгкая гизартрия, назофония, нет нарушений глотания, язык с фосцикуляциями без атрофии и проксимальный тетропарез симметричный до 4 баллов со снижением сухожильных рефлексов. Мы выполнили электромиографию этого пациента и выявили, что спонтанной активности в мышцах нет вообще, длительности потенциалов двигательных повышены до 20-35%, увеличены амплитуды и также увидели сенсорную полинейропатию нервов рук и ног. Но диабета нет у пациента. Есть небольшая гинекомастия, на которую пациент внимания не обращает и не предъявляет её как жалобу. Ещё один пациент со спинальной амиотрофией хотелось бы привести пример. Скаполоперниальная амиотрофия, редко встречающаяся. Этот больной обратился к нам в возрасте 19 лет. Больной жалуется на нарушение ходьбы, у него походка по типу стопажа, где-то в течение двух лет высоко приходится поднимать ноги, потому что не может привести к себе стопу. Тыльное сгибание невозможно. Значит, постепенно нарастала слабость пираниальной группы мышц голеней, которая выявляется клинически. Есть гипотрофия коротких разгибателей пальцев стоп, передних большеберцовых мышц тоже есть гипотрофия. Есть снижение сухожильных рефлексов и есть небольшая гипотрофия мышц межлопаточной области. У пациента обращала внимание ещё одна особенность – это психопатология. Имели место признаки такого вот инфантилизма. Он плохо учился в школе и не поступил в институт, поступил в училище, конфликтовал со сверстниками и родителями. В частности, высказывал пожелание часто колоть себе анаболические гормоны для наращивания мышц, но при этом больным себя не считал. Он считал, что похудели мышцы и, возможно, нужно такое лечение. А какое-то наследственное заболевание он в себе не признавал. Мы сделали этому пациенту электромиографию и выявили спонтанную активность в виде единичных фосцикуляций. Длительности потенциалов двигательных единиц были увеличены до 18-27%. Мы исследовали переднюю большеверцовую и ромбовидную мышцу. Амплитуды были несколько увеличены. Немного увеличена полифазия. Отец больного известный ученый, профессор, ребенок единственный в семье. И мы подробно расспросили отца про историю семьи. Такого случая обнаружено второго не было. Болезнь наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Возможно, с неполной пенетрантностью. Особое внимание нужно уделить детскому бульбарному параличу Фациолонда и болезни Виолетта Ванлир. Поскольку 5 лет назад обнаружено возможное лечение этого заболевания. Средний возраст начала этого заболевания 8-13 лет. Причина мутации генов СЛЦ-5-2А3 и СЛЦ-5-2А2, которые кодируют переносчики рибофлавина. Витамина В2 – это переносчики HRFT-2 и HRFT-3. Значит, примерно у 40% больных с мутациями в этих генах и низким сывороточным уровнем флавинов и ацилкарнитина. Это вот те маркеры биохимические, которые надо проверять при подозрении на данное заболевание. Вот примерно 40% этих больных отреагировали на лечение высокими дозами витамина В2. Значит, им вводилось 10 мг на килограмм массы тела в сутки внутривенно-капельно витамин В2 или примерно 150-450 мг в сутки внутрь в течение трёх месяцев до года. Улучшение наступило у некоторых больных в течение нескольких дней, а у некоторых в течение нескольких месяцев. Пациенты, которые были на трахеостоме и искусственной вентиляции лёгких, на маске и неинвазивной вентиляции лёгких, могли прекратить дыхательную поддержку. Улучшилась речь, улучшилось глотание, уменьшилась выраженность нарушения слуха при болезни Виолетта-Ван-Лир. Однако были пациенты, которые отреагировали отсрочно. Им проводилось некое лечение в течение трёх месяцев, а где-то через три месяца у них наступило улучшение. И где-то через один месяц могло наступить улучшение. И были больные, которые при наличии мутаций характеризовались недостаточным снижением флавинов и ацилкарнитина в сыворотке, вот эти больные на лечение не отреагировали. То есть здесь остались вопросы, как переносчики осуществляют свою функцию. У каких-то пациентов это не сопровождается снижением биохимического субстрата, маркера. Тогда у кого-то это сопровождается. У тех, у кого не сопровождается, не совсем понятно тогда, как развивается заболевание. Возможно, есть какие-то ещё механизмы, в которых участвуют данные переносчики, метаболические, пока неизвестные. У больных, которые не реагируют на высокие дозы витамина В2. Но в целом ситуация по этим детям в течение последних пяти лет является оптимистичной. То есть возможно выздоровление, улучшение. И витамин В2 – это не какой-то безумно дорогой препарат. Это достаточно экономически доступные средства для лечения даже в больших дозах, которые могут избавить детей от инвалидности и избавить их родителей от серьёзных проблем. В том числе с поиском специалистов, с поиском дыхательной поддержки. И приведём ещё примеры болезни Кугельберга-Велландер. К нам обратился больной восьми лет, точнее его мама из Комсомольска на Амуре, эта семья приехала. Мать обратилась в связи с тем, что ребёнок испытывает затруднения при ходьбе. У него имеется внутренняя ротация тазобедренных суставов, но без поражения данных суставов, что было установлено рентгенологическими методами. И рентгенография таза и бедренных костей показала, что патология не выявлена. Клинически у больного отмечались порезы, приводящих мышц бёдер. Вот почему возникла эта ротация. Мы говорили с вами в начале лекции, что болезнь Кульберга-Велландер проявляется вариабельностью распределением порезов. Мы смогли сделать в одной мышце ректоромиографию. Конечно, 20 единиц мы не набрали. Мальчик избыточно негативно реагировал, конечно, на процедуру. Но спонтанная активность была получена в виде единичных восцикуляций, а длительности потенциалов двигательных единиц были увеличены до 19-24%. Сделали в этих прямых мышцах бедра с двух сторон это исследование. Были увеличены средние максимальные амплитуды, немного увеличена полифазия. По единице, слишком крупные для возраста ребёнка, они сразу бросились в глаза и сразу сформировался этот диагноз. Потому что до того, как больного направили к нам, пациенту подозревали миопатию Дюшенна, кто-то ещё что-то подозревал. Помимо патологии тазобедренных суставов, наконец-то в нашем центре диагноз был поставлен. Безусловно, это расстроило маму мальчика, потому что она думала, что это какое-то ортопедическое нарушение, которое можно исправить. Но, к сожалению, это дегенеративное заболевание спинного мозга, хотя и не укорачивающее жизнь, но просто вызывающее некие двигательные дефициты. И второй случай – это больной 24-х лет, который заболел в 16-летнем возрасте. Он отмечал быструю усталость при ходьбе, при подъёме тяжестей, отмечал какое-то ограничение при сгибании и разгибании в локтевых суставах, вот именно не скованность, а слабость. Иногда отмечал мышечные подёргивания. В основном заболевание локализовалось в руках, в отличие от предыдущего больного. Клинически у него отмечаются порезы в бицепсах и трицепсах, что отличает от бокового миотрофического склероза, при котором трицепсы вовлекаются в процесс очень поздно. Здесь одновременное вовлечение этих мышц, антагонистов. Где-то 3,5-4 балла были порезы, и порезы были ещё в подвздошно-поясничных мышцах до 3,5 баллов. Было снижение сухожильных рефлексов, да, при осмотре выявилась одна или две фостикуляции в мышцах, и что выявила электромиография? Единичную спонтанную активность в виде фостикуляции. Средняя длительность ПДЕ увеличена на 20-24% в бицепсах и до 15%, то есть совсем немного выше нормы в прямых мышцах бёдер, с увеличением амплитуды и нормальной полифазией. Значит, давайте теперь резюмируем, как мы можем помочь этим пациентам со спинальными атрофиями. Значит, ну первое, это надо понимать, что большинство таких больных, вот особенно детей, это касается и болезни, значит, ну Вернига-Гофмана, это понятно, промежуточной инфантильной спинальной аммиатрофии, болезнь Фациолонда, да, это нужно понимать, что нужна дыхательная поддержка в виде неинвазивной хотя бы вентиляции лёгких для того, чтобы замедлить прогрессирование дыхательных нарушений. Для того, чтобы диагностировать эти нарушения, больным надо делать спирографию, да, и опрашивать их клинически. Хотя здесь спирография более информативна, потому что она выявляет поражение лёгочных объёмов на ранних стадиях. Значит, при спинальных аммиатрофиях в настоящее время клинические испытания на Западе проходит препарат Тиросемтиф. Это селективный активатор тропонина, который в том числе действует на обмен веществ в дыхательных мышцах, то есть он работает как дыхательный прибор. Проводятся клинические испытания, получены обнадёживающие результаты при спинальных аммиатрофиях, боковом аммиатрофическом склерозе с замедлением прогрессирования. Но это предварительные результаты, мы должны дождаться окончания результатов. Значит, таким больным должна проводиться ортопедическая коррекция сколиоза и других ортопедических дефектов. Из метаболической терапии нужно обратить внимание на такие препараты, как инстенон, корнитон, лецитин, хотя они, конечно, не могут повлиять на течение болезни, но, может быть, они как-то поддержат спинной мозг пациентов. Ну и высокие дозы рибофлавина при болезни фациолонда и синдроме Виолетта-Ван-Лир. Значит, в клинике Глеба Левицкого, клинике Real Health, пациенты со спинальными аммиатрофиями могут получить следующую помощь. Это консультация опытным неврологам, больных подросткового и взрослого возраста. Совсем уж маленьких детей мы не консультируем. Это электромиография, это спирография, это генетическое тестирование, тестирование на гены, поражающиеся при спинальных аммиатрофиях, в тех их разновидностях, где известны эти гены, доступны в Российской Федерации. И мы даем рекомендации по дыхательной поддержке и осуществляем амбулаторное наблюдение таких пациентов. Спасибо за внимание.